ставить настройку, что они хотят, чтобы все было доступно или какой-то конкретный, придумаем там что-нибудь с этим. То есть будут разнообразные венки, в том числе и такие, где доступно все вооружение. И последний вопрос. Модельки, собственно, клонов или дроидов как-то будут там перекрашены, переделаны, там что-то того, потому что... Если ты про первый сервер, то у нас есть идея модернизации моделек на первом сервере этих самих клонов. С дроидами пока точно ничего, они остаются такие, как есть. А по поводу клонов есть там идеи. Не факт, что они будут прямо сразу добавлены, но работы уже ведутся потихоньку. Я что-то там это слышал просто про Корусанскую гвардию хотят сделать красную, типа, вместо вот этой, которая нынешняя есть серая, как 104 она выглядит сейчас на данный момент. А этого я не знаю. Вот смотри, вот изменение конкретное полностью моделек — это одно дело. А вот какие-то изменения раскрасок — это уже админы решают. Этот и... А, вот что-то сейчас мне пишут спросить. Моделька оглушающего выстрела не изменится, то есть будет такой же выстрел бластерный, да? Не будет никаких видимых эффектов, как оглушающий? Нет, будет. Когда будет включен оглушающий режим, будет много чего меняться. И на самой пушке, и сам трассер, и он действительно будет оглушающим. А, то есть его можно будет включать, типа, уже по механике? Все так, да, да. Все, тогда у меня больше вопросов нет. Спасибо. Так, идем дальше. Сегодня, кстати, продуктивно достаточно. Здравствуй, все-все-все. Всех приветствую. А, у меня коротко немного вопросов. Возможно, он же сдавался, просто я не слышал. А будет возможность после глобалки, там, например, в баре сидеть там на диванах, либо лежать там в казарме, там, на кровати? Понял вопрос. Точно не будет на выходе этой возможности. Хорошо. Потом введем. То есть, когда-то это будет, но не сразу. Хорошо. А шлем Параджаи, там, до 212 есть в планах ввести там, ну, или нет? Какой шлем? Ну, такой, ну, бля, как это, отряда Параджаи. Я понял, о чем он. Да, 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 Декс понял. А это какой сервер? Второй Карелия наш. Ну, все вообще. А, все, я понял. Если админ решат добавить, то да. Хорошо. И последний вопрос личный. Лично у меня иногда бывает, вот, у меня сейчас пропали плакаты, там, да, возле входа в казармию. И, ну, тоже там, где в панель спецоперации, там, иконки, где донат, там, да, или картинки из спецоперации. Пытался удалять, говорит, смот, там, апдата что-то там удалял. Пытался, но что-то мне, ну, не помогло. До сих пор такая проблема есть, да? Да, до сих пор. У ребят всех вроде есть плакаты, да. Ну, а у меня что-то... Вот такая ситуация. Это странно, понял. Смотри, эти плакаты, они грузятся с нашего сайта. Я тебе сейчас скину ссылку. Иди скажи, она у тебя открывается или нет. Если она не открывается, то тогда у тебя какие-то проблемы именно с подключением к сайту. Это странно. По идее, не должно быть. Я вот сейчас посмотрел, у меня работает. Хорошо, сейчас открываю. Сейчас откроется. Хорошо. Так, ну, что-то пытаются грузить, и я... Ну, грузить, грузить, но не заходит. У меня черный экран. А, кстати, да, при заходе на сервер, да, когда я там сервера, тут у меня тоже черный экран. Нету картинки типа Карелии, это там указ от штаба, картинка планеты, да, вот такого нету, к сожалению. Понял. Вот, да. И у тебя сейчас не грузится, да, ссылка, которая скинула? Не удалось получить доступ к сайту. Вот, смотри, да, значит, это проблема с твоей стороны. То есть провайдер где-то что-то... Тебе надо разбираться с провайдером твоим. С провайдером, да, понял. Хорошо. Благодарю тогда. А, ну и... Ой. Зря, наверное, кикнула. Ну, ладно, идем дальше. Если что, напиши, вылазь. Ээээ, привет. Значит, вопрос у меня такой. Говорили, что будет АФК-система. Так вот, многие игроки любят стоять в казарме АФК для того, чтобы, соответственно, получать опыт. Вот вопрос, опыт будет как-то, ну, получать легче или что делать, да. Давай объясню. Значит, смотрите, АФК-система, она очень умная. Если игроков на серваке, точнее, слотов свободных хватает, и она видит в динамике, что люди сейчас не заходят, то она никого не кикнет. То есть, условно, ночью вы как стояли, так можете и стоять дальше. Она вас не тронет. Если людей при этом на серваке мало. Ну, то есть, не то чтобы мало, а вот, например, там, 128 слотов. Если слотов 125, она вас никуда не кикнет. Вот. Если она видит, что люди пытаются коннектиться и не могут при этом, тогда она начнет кикать тех, кто АФК по одному. Вот. То есть, набор опыта до сих пор будет доступен. И ночью серваки не забиты, поэтому вы можете спокойно дальше набивать опыт таким образом. Все, вам спасибо за ответ. Так, идем дальше. Так, здравствуйте, еще раз. Понимаю, были уже вопросы про ивенты. Вопрос насчет ивента на картридже. Но здесь это М6. Можно ли как-то сейчас пофиксить, ибо там полнейший дисбаланс, особенно со стороны доната, так как в основном легионеров направляют против солдатов-клонов, а как мы знаем, солдаты-клоны это у нас новички без доната, и в частности побеждают всегда донатные. В особенности из-за превосходящей позиции на горах. Можно ли как-то сейчас закрыть каким-то образом камнем или чем-то до глобальной обновы вход на эту гору со стороны дроидов? Ибо довольно часто из-за того, что на горах... А это захват флага, правильно? Да-да-да, захват точек. Значит, смотри, какое дело. Я посмотрел, по-моему, этой картой занимается сутив, и он вроде даже сделал новую версию, и самое главное, я не помню, ставил я ее или нет. Значит, а сутив сейчас здесь или нет? В общем, неважно даже здесь он или нет, я попробую с ним связаться и поговорить, посмотрим, что можно сделать. Окей, но я передам как бы то, что ты имел в виду, и что там есть проблемы. А, он мне даже отвечает. Да, я не ставил, сорян. Короче, если она... То, что ты сейчас кидывал, это, в принципе, актуально. Я помню, что мы проверяли ее, и можно было ставить, но я почему-то не поставил. Если она актуальна, давай я поставлю просто и обновлю на всех серверах. Я говорил, что я мог забыть это дело. Понял. Ну, короче, я поставлю тогда его, эту штуку, как он отпишет. Если все можно будет, то я поставлю его обнову. Я не знаю, кстати, там пофикшен или нет, но в любом случае он тут, и он услышал, поэтому... Да, тогда все, благодарю. Окей. Так, идем дальше. Добрый вечер. Здравствуй. Хотел спросить, у меня недолгий вопрос, один всего лишь, когда вот проскользнул один вопрос по лаатам. Вопрос такой, звучит так. Будет ли добавлен или, возможно, рассматривался вариант добавки LFS лаатов, который вот есть в воркшопе? Так как ты недавно сказал, что моделька самого лаата была взята из воркшопа и немножко изменена. Да, смотри, значит, там не только моделька, а именно код тоже был взят из воркшопа. По поводу того, что ты спросил. Как только я закончу с делом новой всеми там делами, которые всеми связаны, я буду переделывать технику. Сначала начну с лаата, добавлю его, новый, нормальный. А потом уже будем там в совещании с админами и будем думать, какую технику добавить. Если та техника, которую ты назвал, админы скажут, что это нужно и что надо делать, то она будет добавлена. Вот так. Но это не скорое время. Надо же делать GL обнову, потом к ней контент и потом будет фикс техники. Ну и новая техника. Да, понимаю, просто вот как ты серфил по воркшопу, нашел один лаат. Именно сам коллекцию латов, которые с раскраской идут именно вот. И обычно там, где можно садиться в боковые лазерные установки, где обычные солдаты-клоны сидели. И два пилота. Один пилот управляет с пушек сверху и один управляет с обычных спереди пулеметов лазерных. И система подбития самого лаата не дает именно самому взрыванию полностью лаата, а оно немножко... Он загорается и приземляется. Ну и бывает и взрыв такой масштабный. Видела, если тебя интересует, мне бы рассмотреть этот вариант и попробовать его самому. Я могу тебе ссылку скинуть. Так как немножко считаю, что интересный вариант, если просто переписать немножко только для пилотов какие-то места пулеметные, чтобы РДМ избежать сесть. Могу тебе скинуть. Я понял, о чем ты. Смотри лучше, как сделай. Потому что ты-то в LLS напишешь, но проблема в том, что мне пишут очень много, и я LLS закрываю. Значит, что надо сделать? Найди где предложение по обновлению любого сервера абсолютно. И туда просто скинь ссылку и опиши ситуацию, что ты рассказывал мне про это, я вспомню. И я посмотрю все, что ты сказал. Но и все функции, то есть мы точно будем всю технику с нуля сами писать, но все функции, которые там есть и что круто сделано, я просто сделаю так же, но сам. Да, там прикольно просто именно, когда выходит, когда я видел там на пробелках нажимаешь, там именно створки, где сидит сам пассажир, они с анимацией открываются в два положения с открытием. Вот это очень интересно разработано, и еще там с открытием внутри что-то лампа горела, и система подбития, когда он подбивается, там именно сирена еще орет. Не громко, но для пассажиров слышно. Прикольно выглядит. Короче, в предложение по обновлению скидывай, я как только я разгребу все, я обязательно гляну. Да, все, больше вопросов нет, спасибо. Отлично. Так, сейчас я отвечу на пару вопросов из LLS, а то что-то писать начнем. Так, касательно бага с переломом шеи на складе второго БЗ. Не совсем не понимаю, о чем речь. С крынски, ну, попозже, отлично. Так, еще спрашивали по поводу, как будет работать античит, и что будет с людьми, которые использовали читы. Те, которые использовали, с ними не будет ничего. Те, которые используют на данный момент, когда будет античит, естественно, их будет банить. Вот. Сначала мы будем тестить эту систему в лайт-режиме, а потом будут баниться по железу, и они никогда не смогут вернуться на сервер. Поэтому после того, как глобально обновь будет введена, те, кто чит перед, лучше прекращайте, потому что потом вы просто не вернетесь. То есть не будет купиться, ничего нельзя будет сделать. Ну, с читами. Какое-то время там будет лайт-режим, но потом будет жестко. Вот. А по поводу, как будет работать античит, я, естественно, не буду объяснять. Ну. Он не будет фиксить все проблемы с читами, это точно. То есть какие-то серьезные читы он потекстить не сможет. Но большинство, там, 90-95%, точно решит вопрос. Идем дальше. Так, привет. В прошлый раз я спрашивал вопрос про уровни. Ты говорил, что они будут полностью переделаны, да? И то, что, условно, мой обычный уровень будет из 20-го превратиться в, условно, в 40-й. Я вот хотел спросить. Условно же исчезает надобность привязки левела к профе? И останется ли это в глобальной обнове? Или это... Да, я тебя понял. Смотри, насчет того, как изменится левел, я точно не скажу. У нас есть 3 или 4 варианта того, как его перескейлить относительно новой системы. Смотри, объясню, как будет работать. Значит, вот этот уровень, который сейчас уровень твоего персонажа, он же уровень подразделений. И они взаимосвязаны. В новой системе будет совсем не так. То есть у тебя будет уровень, который связан с персонажем и который отвечает за очки прокачки. Но он не связан с уровнем подразделений. Там на каждое отдельное подразделение отдельный уровень. И тебе надо качать его будет отдельно, но он не будет за донат. То есть за донат ты сможешь прокачать только персонажа, а вот в подразделении тебе придется подниматься без доната вообще. Там будет своя система набора уровней. Я тоже ее пока спойлерить не буду, потому что она, во-первых, не до конца продумана, а во-вторых, там она может сильно измениться. Вот. И еще будет третий уровень. Это уровни на каждую пушку, в которой можно будет грейдить с помощью модуля и всего остального. То есть вот так будет. А текущий уровень, который у тебя есть, значит, что произойдет вообще с твоим персонажем? Тот уровень, который есть на данный момент у тебя, он перескейлится в какое-то другое число или останется таким же, но вернутся очки прокачки. Ровно столько, сколько ты когда-либо их получал. То есть вот всего твоего персонажа. А уровень подразделения будет ровно такой, название которого ты стоишь. И в данном подразделении. Вот так это будет работать. То есть вы получите все то, что у вас есть сейчас. Просто перескейленный на новую систему. Понял. А вот просто, если ты не хочешь полярить, просто как это будет работать? Это будет зависеть от того, сколько ты времени на сервере проводишь уровень подразделения именно? Или это уже от чего-то другого будет зависеть? Это будет зависеть от твоего взаимодействия. Скажем так, опишу завуалированную ситуацию. Каждый из подразделений, внутри твоего подразделения сможет тебе этот опыт, можно так сказать, давать. Но это от него будет зависеть, захочет он тебе дать опыт или нет. И система сделана таким образом, что она забаланшена. И тебе нужно взаимодействовать со всеми, вести социальную, так сказать, как-то уметь договариваться со всеми, быть на хорошем счету. И в таком случае ты будешь прокачиваться быстрее. То есть то, как ты поднимаешься внутри подразделения, будет зависеть от того, как ты взаимодействуешь с людьми внутри него. Потому что ровно они и влияют на это. Вот так. Ну, все, понял. Тогда больше нет вопросов. Хорошо. Так. Мне еще пару VLS накидали. Вернутся также и купленные очки, а не только получены за уровни, если они сбросятся. Да, абсолютно все, любой учет того, что вы когда-либо получали, будет вам возвращен. То есть никто ничего не потеряет при переходе на новую систему. Так. Будет ли изменена фича, при которой на превосходстве побеждает тот, кто нанес последний удар по кристаллу, а не та команда, которая нанесла больше урона? Вопрос этот сложный. Мне сначала нравилось то, как работало, а сейчас я не уверен. То есть когда мы будем заниматься ивентами, скорее всего мы пересмотрим что-то с ним или... Вообще все ивенты будут пересмотрены. Попытаемся этот вопрос решить. Так. Еще человек пишет, что будет с милитрием. По поводу милитрием ситуация такая. Мы делаем глобальную обнову на два Старворса. Ставим. Еще какое-то время обслуживаем ее там. Это может занять, не знаю, от месяца до двух, наверное. Именно настройка полностью и налаживание всех систем, которые сделаны. После чего мы сразу переходим на милитрием. И уже другие люди занимаются контентом для обновы на Старворсе первом и втором. А мы занимаемся тем, что все, что будет на Старворсе, делаем для милитрии. При этом для того, чтобы воскресить милитрии, там будут добавлены еще всякие новые штуки по типу ботов-террористов, которые слаженно действуют. Еще какие-то активности на карте. То есть мы милитрии не забрасываем. Но оно будет сделано только после того, как на Старворсах появится это обновление. Во-первых, почему так и почему не все одновременно? Потому что два Старворса, во-первых, они похожи. А во-вторых, для того, чтобы сделать милитрии, нужно будет несколько месяцев тоже работать. И поэтому лучше выпустить сначала обновление на Старворсе, а потом уже доделать домерейки, чтобы люди не ждали лишний раз. Так, что-то вы мне много пишите. Будет ли добавленный медкорпус систем воскрешения? Или дефибрилляторы? Значит, по поводу дефиба, не помню, будет ли конкретно он или не он. Короче, медикам там ждет вообще грейд как надо. Разочарованы не будете. Вот так отвечу. Это абсолютно показывает то, что будет. Так, будет ли урезан донат для баланса? Потому что в каждой симке, это имеется в виду симуляция, только донатные. Такая же ситуация с донатом от жуков. Да, такая проблема есть. Значит, по поводу доната. Вот все, что персонаж, прокачка персонажа, будет слегка порезанным. То есть донатеры будут не такими сильными. И еще, скорее всего, на некоторых ивентах, которые на текущий момент, которых еще нет, наверное, для новых, где-то донат будет отключен. Или он не будет влиять на сам ивент непосредственно. Но на мейн-карте и на старых ивентах он будет работать до сих пор. Единственное, что он порежется слегка. Вот так. Эта проблема есть. Так, будет ли после галбальной обновы смысл от роли ивентолог? Если да, то будет ли для него какие-то новые кнопки по карте, там еще что-то? Значит, смысл будет такой же, как и сейчас. Сразу же не будут введены какие-то новые возможности. Но так как обнова дает очень много всего, то будем потихоньку думать, что мы можем сделать. То есть это будет, но не сразу. А что будет, я тоже не знаю, потому что даже не думаю об этом. Будет ли детализация дроидов? Они выглядят сырые и невыстрашающие. Нет, на данный момент пока все остается как есть. Там и так много всего. Ну, про технику я отвечал. Кто не слышал, тот не слышал. Так, возвращаемся к рукам. Поехали дальше. Так, ну, вопрос про технику уже не хороший. Да, он был. Уже два раза начал. У меня другой вопрос. Давает ли новую систему арестов? Что ты под этим имеешь? Раскрой как свой вопрос, потому что ничего не понятно. Арест будет работать так же, как и до этого. То есть палка, и она арестовывает. По сути, можно добавить такую систему на сервер, чтобы, если боец провинился, и после чего вышел в сервер. Подожди секунду, ты же помнишь, мы обсуждали, что все новые введения, если они и будут, то только потом. И для того, чтобы их ввести, надо просто пойти в предложение по обновлению и туда все написать, что ты хочешь. Нет смысла сейчас про это все спрашивать, потому что я же отвечу то же самое. Что пока глобально обновлено не сделано. Потом для нее выходит контент. Потом мы обновляем милитры. И только потом я открываю то, что есть в предложении. И смотрю их. И отсеиваю. Вот ровно в таком порядке. То есть за пять минут ничего не изменилось. Вот как было пять минут назад, так и сейчас. И завтра так же будет. Если есть, не по вводу нового, а какие-то проблемы, которые я, может, не знаю. Или проблемы, которые вы знаете и которые уже по фикшн. Вот сейчас куда-то сюда надо смотреть. Или по поводу обновления. Вот на это я могу ответить. Есть проблема на храме джедаев. Вроде бы вы уже говорили, но вы, скорее всего, не поняли. Что в правой комнате в храме джедаев возле лестницы есть куча статуй и разного мусора. И там есть такая дырка, в которой ты можешь упасть и оттуда никак не вылезти. Только если тебя не тепло. И почему же это мы не поняли. То есть мы это обсуждали. И мы посмотрим это после окончания совещания. Посмотрим, проб это, не проб. И в чем там проблема. Глянем, глянем. Всего мы это не поняли. То есть чего-то нельзя. Ну, тогда у меня нет больше вопросов. Хорошо, идем дальше. Добрый вечер. Такой вопрос. То есть ты сказал по поводу доната. То есть, по сути, какие мейнстаты остаются, какие убираются в этом плане, в глобальном плане? Все прокачки, которые доступны сейчас, остаются. Единственное, что их влияние будет уменьшено. Какие-то более сильные, какие-то менее сильные. Особенно затронутся те, смотри, по жукам вряд ли что-то изменится. А вот по поводу того, игрок-игрок, вот такое взаимодействие будет чутка ниже, чем было. А может, и не чутка. Мы пока... То есть некоторые позиции из доната, то есть не будут убираться именно в плане прокачки? Да, они останутся. Все останется так же, как и до этого. Единственное, что их мощность подуменьшится. У всех игроков. Хорошо. Вопрос по поводу зергов. Ожидать, получается, как это введение новых зергов? Или детализации? Или наоборот, как-то в этом плане как двигаться? Да, вообще, смотри, по NPC такое дело. Значит, я дописал NPC, расширил именно базовый. Но для того, чтобы вводить новые NPC, этим буду заниматься не я. У нас есть человек, и если с одного все пойдет нормально, и мы сможем оплачивать, например, его работу, то в таком случае мы будем добавлять и добавлять новые NPC. Притом самых разных. И те, что сейчас, вот NPC, зерги вот эти, они гораздо хуже, чем могли были быть. Потому что они сделаны по минимуму. Их можно сделать гораздо более лучше. Но для этого надо потратить довольно много времени. И этим должен заниматься не я, потому что я занимаюсь системами в основном. То есть там надо прям конкретно засесть. И у нас есть такой человек, который будет этим заниматься. И самое главное, что и новых мобов, и тех, что старых, можно сделать гораздо круче. И это будет. Но только это как раз-таки вот часть, часть контента для глобального обновления. То есть выходит новое глобальное обновление. Блин, я уже заговариваюсь. Короче, оно выходит. И после этого там около года будет стабильно выходить для нее контент. В том числе новое NPC. Старое NPC улучшится. И все такое. Окей. А расчет, то есть получается, по зергам, то есть будет именно рассчитан. То есть что зависит от расстояния, на котором находится, получается, клон в этом плане. Это ты имеешь в виду что, урон? Да, урон по игроку, который наносит зерги. Он будет как-то зависеть от расстояния, позиции, клона в этом плане? Даже не думал об этом. Но на данный момент он не зависит. Если есть какие-то идеи, то можно, наверное, будет сделать. Я об этом сейчас не думаю. По поводу урона ничего пока меняться не будет. Ага, окей, хорошо. Ну, эти... И ластовый вопрос, но это, наверное, не относится к тебе. Больше к инвентологам. А ожидать ивент на первом БЗ в плане возвращения на Риши и вообще смены карты? Ну, насчет смены карты я, конечно, могу ответить. На первом серваке, значит, пока, в принципе, до глобальной обновы и даже после нее карты менять не будем. А насчет Риши, чисто теоретически, это вполне возможно будет сделать. Но это надо вот подождать, пока сервак, как это сказать, будет работать в стабильном режиме после глобального обновления. Можно будет там думать и о смене карты или еще о чем-то. То есть о контенте. То есть до глобального нового ивента с Риши пока что можно не ждать. Стой инсейн. А что, у вас был план? Мне кажется, ты его неправильно понял. Ты имеешь в виду именно ивент, как... А мы такое уже проводили? Я вот не помню. Загрузились с этим делом? То есть мы это делали? Угу. Окей, а там что стартовало? Каким образом это было, в принципе? Это она стартовала как мейн-карта, правильно? И мы вручную это заменяли. Тогда, да, если вот о таком речь идет, то тогда такое, в принципе, возможно. Потому что это проводится быстро, и мы там толком не участвуем. Это все от админов и DEX зависит. Это к ним. Окей, понял. Тогда получается вопрос к DEX. То есть, да, глобально до этого можно ждать? Ну, это вот админа за все зависит. То есть, если они скажут, что это надо, ну, скажут почему и прочее, то, наверное, да. Ну, окей, понял. Спасибо большое. Так, сейчас я тут ЛЭС прочитаю. Так, это я читал, а это какой-то РОФУ. Так, значит, зайдем дальше. Так, во-первых, всем привет. У меня даже небольшой вопрос. Я просто сидел в Альтабе и в крайнем ухе услышал, что у какого-то из этих человек не грузились какие-то карты. То есть, на стенах, вот это вот все. Если ты все еще здесь, попробую юзнуть протон VPN, у меня заработало, все работает. То есть, только почему-то через VPN это работает. Ну, да, там понятно, что это... Короче, это очень странно, что именно у вас нет подключения к нашему сайту. Это прямо нечего. Ну, хорошо, что вы говорите. Я так понимаю, таких людей много, да? Таких очень много, на самом деле. Будем решать этот вопрос. Даже тех, которых я знаю. Это, наверное, больше связано с тем, что сейчас происходит в мире. Не, вряд ли. Потому что такое не может быть. Мы же находимся на территории России, по крайней мере, насколько это... Я к чему говорю? Вообще, по сути, такого не должно быть. Даже доступ с Украины должен быть. Странно, что такие проблемы возникают. Я подумаю, но сайт, это вообще, капец, он к отношению вообще не имеет ни к чему. Подумаем. Просто нам надо решать это массово тогда. Может быть, перевезу сайт куда-то в другое место, и у всех все пофиксится. Надо думать чудесно. Таких, вот из Украины, у них после 8-го числа, где-то, после 8-го марта, там в какой-то определенный день, в определенное время просто пропало подключение. То есть просто дисконнектнулось сервера, и сервера больше не показываются. Мне, чтобы это решить, нужно было изнуть VPN. То есть больше никак это не решается. Ну и, соответственно, сначала пропали аппокаты, потом, соответственно, пропало подключение к серверу полностью. К обоим причем серверам. Вообще это очень серьезно, будем думать. Скорее всего, если... Я проанализирую ситуацию, и может быть в какой-нибудь Литве, или типа того, где-то рядом. То есть перенесем сервера куда-то поближе, и чтобы он не был под санкциями, так сказать. Будем думать, что делать. И это, походу, реально массовая проблема. Окей, будем решать. Потому что это не со стороны сервера, скорее всего, это просто со стороны провайдеров, которые есть здесь. Ну, естественно. Но нам же самим надо решать этот вопрос, чтобы у вас было подключение. Просто перенесем ее в другую страну. Такой вариант есть, чисто теоретически. Придется, правда, повозиться какое-то время. И айпишники, естественно, сменятся. И все вот это, соответственно, уже после тыква. Не, вот это я не знаю. Сейчас будем думать. Будем думать, что делать. Все, хорошо, спасибо. Меня вопросов нет. Давай. Так. Зовем дальше. Это плохо, конечно. Это очень плохо. Так, меня слышно? Да. Получается, вот такой вопросик по поводу латов. Ты упомянул то, что лад полностью будет переписан. Вот. И вот такой вопрос. Управление будет как-то изменено или нет? Хороший вопрос. Оно, наверное, будет отличаться в лучшую сторону. То есть я попытаюсь сделать так, чтобы оно было... Смотри, я буду так работать. Я посмотрю все то, что предложено уже людьми. Посмотрю, как там это работает. Как они что-то сделали. И сделаю просто все самое лучшее из того, что есть. И если у меня будет идея, как и это улучшить, сделаю еще лучше. Вот будет так. Будет наилучший вариант из того, что есть. То есть если текущее управление мне покажется, или мы там обсудим со всей командой, и она... Мы выберем, короче, просто лучший вариант и сделаем его. Вот так это будет работать. Спасибо. Так, у нас остается полчаса. Сейчас я еще посмотрю, что там в личке пишут. Вопрос про РК. Они являются своим родом спецназом, который считается лучшими бойцами по СВ. Но почему у нас по-другому? Почему у младших офицеров плюс у дуалок больше урона, выше скорострельность, чем у оружия РС. Также у них есть Вестер, который тоже им будет. У нас спокойно сливают... Но я вопрос в целом понял. Так как вооружение будет полностью переделано, то и баланс изменится. И в том числе и у РК, и всего остального. Так не должно быть, конечно. Сейчас наверняка есть проблемы с балансом. Но решать их на текущем вооружении нет смысла. Потому что вооружение полностью изменится. То есть когда я говорю, что вооружение изменится, я имею в виду, что пушки-то как бы будут те же, но работать они будут совершенно по-новому. И урон, и статы, и все остальное у них будут тоже совершенно другие. И плюс еще будут модули, режимы стрельбы, и все остальное. Поэтому будет работать кардинально по-другому. Так, все, идем дальше. У меня там еще некоторые вопросы появились. Возможно ли сделать модельки дроидов чуть-чуть потемнее? Потому что на таких картах, как Geonosis и Скорибан, дроиды B1, снайпера и командиры сливаются полностью с местности. Вот буквально их реально не видно. То есть вплотную надо подбежать, чтобы его увидеть. То есть со расстояния его невозможно увидеть практически. Интересно. Ну, это, во-первых, может быть индивидуальная проблема, а во-вторых... Нет, это вообще вот можно... Ну, я не знаю, как на других... Ой, на втором базе такие же карты, но... Нет, ну просто смотри, вот тут... Атуальный вопрос. Как можно на такой вопрос ответить? Вот представь себе, у нас есть несколько карт, на которых их не видно. Мы делаем их темнее, а потом добавляется карта, где общий фон тоже темнее. Их теперь там не видно. И что нам еще делать? Делать их светлее, чтобы их не было видно на других? На каких картах? Тут вопрос такой себе. Ну, просто на данный момент таких карт у нас получат против дроидов, только контроль территории... Ой, фу, Джонозис и Корибан, по-моему. Да. И на этих картах, собственно, вообще их не видно. То есть там достаточно далекое расстояние, особенно на Корибане там каньон. Через него пройти надо, но... Чтобы через него пройти, нужно дроидов-снайперов убить, которые сидят и отстреливаются. Ну, то есть... Ну, хорошо. Давай для начала так. Я понял. Давай сделаем выезд глобально обнову, пофиксим все ивенты. Я буду там смотреть. Плюс будут же отзывы по ивентам. Если эта проблема сохранится, и она не уйдет с тем, что просто будет ребаланса авто-ивентов самих, и все равно, несмотря на это, вот это вот отображение их на карте будет давать им заметное преимущество, то уже тогда будем думать, что делать. И к тому же можно будет сразу же написать же в отзыв, прямо туда в тему конкретно этого ивента. И будем фиксить уже непосредственно на том ивенте что-то. Короче, вот такой метод действий предлагаю. Так, следующий вопрос. Есть такой баг. Собственно, когда проводятся ивенты на базе от админов, там, авиантологов, не важно, когда они спавнят зергов, бывают спавнят ящики с патронами. И после того, как этого зерга убивают, ящик с патронами становится прозрачным. То есть через него можно пройти, но когда в него садишься, собственно, по клону попасть нельзя. То есть стреляется в модельку ящика. Ну, только если не по тем частям тела, которые торчат из него. Это можно пофиксить? Подожди, Декс, у нас вообще админы могут спавнить ящики с патронами? Я не уверен. В ящик с патронами заспавнить зерга. Можно начинуть. Так было несколько раз. И мы проверяли такое с одним авентологом. И это возможно. То есть когда зерг спавнится в ящике с патронами, ящик становится... Ну, после убийства зерга, ящик становится прозрачным. Через него можно ходить, но моделька как бы остается. То есть по ней... Ну, стреляется в модельку, а не в клона, который сидит в ящике. Понял. В общем, ну, я понял. Это крайне странно все. Но тем не менее, единственное тут нормальное решение на данный момент, это не спавнить жука внутри ящика. Как бы это странно изучить. Ну, может, типа, ну, нечаянно получится. Не говорю, что ты сам делаешь. Не, я понимаю, да. Но на данный момент я даже не представляю, каким образом это пофиксировать. И, по-моему, последний вопрос. Возможно, ну, типа, сделать так, возможно, чтобы как бы зерги спамнились не в одних и тех же местах, а как-то чуть-чуть порандомнее. Потому что вот в малой пещере на Анаксисе есть гидролиск, который постоянно спавнится в одном месте, закопанный, но его раскопать нельзя, и он как бы, ну, своими... Ну, он стреляет как бы как-то костями этими или что-то... И, короче, попадает в клонов, а убить его никак невозможно. То есть это затрудняет зачистку пещеров. Понял. Ну, как только сделаем глобальную вну, будем переделывать всех мобов, которые на карте стоят. В том смысле, там поменяем места и все остальное. Ну, да, я понял, если есть такая проблема, будем решать, что. Ну, все, в принципе. И я скинул скрин там. Ну, на скрине плохо видно, что проваливается камера. Ну, я не знаю, как демки показать лучше. Окей-окей, да, разберемся. Я скину все, посмотрим. Ну, то есть это не факт, что это будет прямо сейчас по фикшен, но мы будем думать чуть-чуть. Вопросы в будущем. Все, спасибо, это все. У нас 20 минут остается. Всем доброго дня. Такой вопрос от инженерно-пилотного корпуса. Будет ли по фикшен баг с латом, что при вылете пилота, что в последнее время довольно актуально для жителей Украины, которые часто ловят реконекты. Будет ли по фикшен данный момент, что лат просто падает? Ну, по поводу техники я отвечал. То есть все будет... Техникой будем заниматься, короче, гораздо позже. И будем переписывать ее с нуля. На данный момент пока все так остается. Куда можно указать, чтобы когда будет проводиться работа над техникой, была исправлена данная ошибка? Незачем это указывать, потому что этой ошибки не будет. Ну, в том смысле, они будут делаться с нуля, поэтому все ошибки там... Там либо будут новые ошибки, но этой ошибки точно не будет. Вот так вот. Понял, спасибо. Идем дальше. Снова здравствуйте. У меня вот, когда говорили про уровень, появилась такая интересная тема. На данный момент, когда ты повышаешь уровень, ты получаешь очко прокачки, которое можно влить в донат и стать сильнее. Но, чтобы, не знаю, там прокачать тот же фулл урон, без, ну, фри-то-плей, короче, играть, нужно потратить, ну, год, наверное, игры, чтобы его... Ну, активной такой игре, при желании. Вот в новой системе уровня можно как-то это, не знаю, облегчить? Да, ну, я понял. Оно и облегчится. Сейчас объясню, почему. Значит, левел раньше, он повышался с каждым уровнем, следующий уровень был больше в прокачке. Это именно уровень персонажа. После обновы каждый уровень, будет фиксированный. То есть уровень будет апать легче. Соответственно, легче будет получать и очки прокачки. И, соответственно, ты быстрее сможешь это делать. Там, я не знаю, там год, не год, но долго. Сделано так, почему? Потому что система монетизации сейчас построена только на этом. После выхода глобальной обновы будет кастомизация. И еще там баннер-профиль, который можно будет настраивать. То есть это чисто косметика. Акцент монетизации перейдет туда, поэтому мы сможем ослабить влияние как бы вот этих факторов, которые там, прокачка персонажей и всего остального. Ну вот. И второй вопрос по поводу цитадели. Раньше я ее очень любил, но сейчас она превратилась в 10 донатных людей бегут на жука, под них кидают бакту, и вент заканчивается. Можно как-то, не знаю, там, допустим, ослабить ту же бакту, но ослабить ее чисто на цитадели, чисто скопировать ее и выдавать только на цитадели? Вопрос понятен. Смотри, ну я на самом деле отвечал на все на это. После, точнее, вот прям перед выходом и глобальной обновы мы будем собирать и переделывать все ивенты. И в том числе и их тоже. Вот. Это будет зависеть от дизайнеров. И дальше будет возможность им написать. То есть ты сыграл ивент, ты видишь, что на нем эта проблема есть. Пишешь, и они это фиксят сами. Вот так это будет работать. Все, спасибо. Идем дальше. Так, всем здорово. У меня тут появился вопрос, когда ты, смотри, объяснял про систем уровень подразделения. Смотри, получается... Я правильно понимаю, что... Ты сказал, что у всех подразделений в своем уровне прокачки разные, да? Так, все верно. Смотри, условно, вот челик, условно, играет там, условно, по угодам. Переводится там с другое подразделение. У него, когда он, условно... У нас же есть ускоренька, восстановление звания, все дела. У него уровень этот остается или что? Смотри, у него остается уровень в предыдущем подразделении. В новом у него будет нулевой. И ему заново надо будет его поднимать. Именно в том подразделении. Но если он хочет вернуться назад в то подразделение, то у него там такой же уровень, как и был. Понимаешь? То есть он сохраняется относительно каждого подразделения. А вот смотри, вот такая ситуация с моделиром. Допустим, ты сказал, что очки можно опыта будет передавать. Смотрю ситуацию. Чего такое думать? Что все, устал, вот ухожу либо с серого, либо с подразделения полностью, там раздает всем, кому хочет. Уровень уходит. Не, 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 что это не так работает. Я тебя понял. Ты не понял, как это работает. Смотри, он не отдает свой опыт. У него есть возможность прокачать человека. Но не за счет своего опыта, а просто как бы он ему дает, считай, новый опыт. Его опыт. Вот так это работает. А, то есть абуза не будет условного? Да, там эта система предусмотрена. Там ее отабузить невозможно будет. Единственный абуз, как бы, который есть, это просто, если ты со всеми в хороших отношениях, то ты будешь получать больше опыта за счет того, что они тебе его будут давать. Вот и все. Но это не абуз. Это просто социальное взаимодействие. Хорошо. Получается... Еще один вопросик такой. Получается, вот, ты, говорю, по дроидам там вопрос поднимался, что нервные цветы, они проще ли просто добавить еще модельки дроидов, то есть такие же, блин, просто перекрасить цветы, и они автоматически будут одеваться на челиков при авто-эвентах? Можно так решить этот вопрос. Просто с точки зрения... Получается, надо... Во-первых, это их преимущество на карте можно пофиксить и другим образом. Просто снизить их количество. Или снизить им урон конкретно на этом ивенте. Это первое. Второе. Будет странно выглядеть, если на разных картах у них разная броня. Даже если это будет не странно, во всяком случае, надо будет для каждой карты, где есть такая проблема, будет готовить какую-то свою... Свои текстуры брони. То есть там явно надо как-то эту проблему решать по-другому. То есть косвенно. А не напрямую менять им просто... Нет, просто как временный вариант пока так закушек. Просто возможно, мне кажется, что это легко сделать. Типа бац, нацепил модельку, и вот все счастливы. Нет, это совсем не так. Ну ладно. Моя видео подожди, твой дед, казах, говорится. Так, еще получается опор. Так. Вопрос касательный, получается, основной, словно, что новогодние карты. Получается, есть места, где можно, условно, войти в камень. Ну, это чтобы вырубить по Анаксису, про Карелию хрен знает, мало играл. И так далее. И новогодние карты, условно. Допустим, те же плакаты новогодней карты, типа, мы их не видели, условно. Ну, потому что их там не было. Карты сразу обновить, ну, условно, когда вы этим будете полноценно заниматься, чтобы не было геморрой, типа, что вот это вот есть, а вот это вот тут нет. И на сведу, что, типа, отличаются стильные карты новогодние и стандартные, да? Ну, типа, да. Например, некоторые моменты есть, там, условно, новогодние, помню, была капсула в одном углу, некоторые текстурки, допустим, там, ты как бы вниз не заходил, но просвечивались там новогодки, это я помню было. Такое могло быть, ну, просто не досмотрели, сейчас же все в порядке с основной картой? С основной? Ну, да, все вопросы, претензии, которые есть, ну, там, условно, там, условно, дерево, которое висит, или можно выйти в камень, есть такие моменты. Ну, скинь просто мне вылазь там, где можно зайти, ну, скриншот просто, и все. Я отправлю Аркайда, но он пофиксит, если такие проблемы есть. И еще, получается, еще быстренько вопроса, по поводу, смотри, симки, семинарное сражение, будут ли добавлены, условно, новые карты, чтобы больше разнообразить, а то у нас, по сути, коридоры, на которых, ну, основной проблем баланса решает мета, если у тебя ствол шестьсот скорострельности, то, в принципе, ты можешь, если меньше, то, ну, сорян, тащи по скилу, ну, или по донату. Да, смотри, мы не касались особо этого вопроса. Новая система авто-ивентов позволяет не только добавлять новые карты, но и содержать множество, вот абсолютно, там, бесконечное количество вариаций одной и той же карты. То есть, например, есть там симуляция сражений на Бу. И вот вариаций именно самого ивента может бесконечно много. Столько, сколько ивент-дизайнеры их сделают. И они будут выбираться рандомно каждый раз. Не, просто, чтобы, ну, не будет такой финиш, что, допустим, там, условно, карта под карабины будет, там, 10 раз падать подряд. Нет, смотри, чисто теоретически это возможно, но шанс у этого 0-0-0-0-0-1 там. Ну, в зависимости это может произойти, правильно, это может произойти, но, это просто рандом. Я понял, все. Вообще целое. Но такого не произойдет, то есть, скорее всего. Но чисто теоретически это возможно. Угу, я тебя понял по поводу карт. и еще, ну, скорее всего, не то, что с картами связано, получается, с самой базой, помнится, админы, кучу раз говорили, то, что вот, карты переполнены, если вы что-то хотите добавлять, что, что, анаксистом, или так далее, влияет ли как-то на это на глобальное обновление, надо что-то ждать уже в самом коде? Нет, смотри, кодом это вообще никак не пофиксить. Это уже с самой картой, да, то есть, не получится. Нет, у самого Гарриса есть ограничения, да, и оно, у нас карты обе почти забиты под фул, то есть, там даже не, ну, для того, чтобы что-то добавить, мы это делаем такими, не то, что кастыльными методами, а другими обходными путями. Но сама карта, вот как по себе, как ее Гарри сжирает, она да, она прям до фулов забита, вот насколько только можно. Нет, вот условно, там же будет добавляться, там, условно, передача, делок оружие, вот, слушаться, это все, конечно, отлично, мы все мы это рады, с нетерпением ждем, но такое чувство, что, условно, детализация, допустим, постарает, допустим, там, что-то вот так уберут, что-то там, и получается, у нас, по сути, да, у нас есть, мы можем взять, пушку круто бесить, но условно, у нас ничего нет, 17-й год, рп шума по памяти. это одно на другое не, ты просто, то есть, такой проблем не будет, то, что у нас стало. Не, не, не будет, в плане того, как она сейчас, она хуже не станет, но она лучше не станет, вот, а все новое, будут появляться какие-то вещи, и вот оружие на это вообще никак не влияет, то есть, новое оружие никак карту совершенно не урежет. Угу. Ты не поняли уже, что они в рации, хорошо, ну ладно, я тебя понял, в принципе, вопросов у меня нет, благодарю за внимание, я пошел. Так, у нас остается 10 минут, я могу поотвечать на ЛС, или дальше, давайте, я, наверное, буду людей вызывать, потому что у них поинтереснее вопросы в целом. Всем, так сказать, добрый день, такой у меня краткий вопрос. Вот ты сказал, по поводу уровня подразделения, что он будет зависеть от взаимоотношений между бойцами и так далее. То есть, будут видеть, что хороший, грубо говоря, чел, будут его как-то хвалить, вот этим самым повышая уровень. Собственно, если, грубо говоря, такая, можно сказать, защита от того, от фарма, то есть, чуваки, грубо говоря, соберутся группой, договорятся, и будут друг друга бустить. Да, это бустить называется. Смотри, да, защита будет 100%, и любой абуз будет пресекаться именно самой системой. То есть, условно, например, видно, что там одна группа людей постоянно в течение долгого времени с минимальным кулдауном абузит опыт таким образом, то кулдаун будет увеличиваться, пока не станет очень большим. Вот так. То есть, система будет предусмотрена. И любые такие проблемы, у нас же еще будет целый месяц тестирования. Мы отладим все, чтобы такого не было. То есть, пофиксим все проблемы. Хорошо. А вот сам этот, ну, то есть, видишь, что хороший бойц, то это да. Какие-то условия для того, ну, для дачи опыта другому бойцу, чтобы не просто он там тебе сказал спасибо, и вот это как-то контролируется будет? Не, вообще, я не совсем, конечно, понял вопрос, но чисто теоретически, для того, чтобы дать опыт, единственное, что надо будет, подойти на определенное расстояние и нажать кнопку. Также, вот мне тут просят задать еще один вопрос. Будет ли, ну, можно ли будет лишние очки и улучшения комментировать обратно в кредиты? Ну, надо подумать. Вообще, вообще, конечно, там это невозможно, потому что они иногда покупаются паками, паки стоят по-разному, бывают еще скидки, и конвертировать это нереально. Но, в целом, я могу это сделать, там определенный какой-то, посчитать среднюю цену, поставить и конвертировать. Я думаю, что когда мы будем возвращать всем очки прокачки персонажа, ну, во время установки глобального обновления, в том числе, те, которые больше, чем можно вообще прокачать, вернем в виде кредитов. Это, в принципе, хорошая идея. Ну, все, в принципе, на этом. Благодарю за внимание. Хорошо, идем дальше. Так, привет. Здрасте. Такой вопрос, ну, там два вопроса, даже три, может. Первый, это насчет, на первом базе есть должность инвентолога, ее занимает Джек. А у него права вообще ограничены в спавне пробов, выдачи там, не знаю, формы, ну, кроме дроидов и клонов? Смотри, он в целом как админ, но он не админ, и поэтому админы устанавливают ему ограничения, что он может сделать, а что не может. Я этого не знаю. Как-то так. Дальше, второй вопрос. Насчет бинокля, он будет фикситься в плане с глобальной обновой? Как-то он будет? Да, я, кстати, уже даже переделал, там были какие-то вроде КД добавляется, насколько я помню. Я уже настолько давно им занимался, то есть эта обнова, она делается уже очень долгое время. Я могу всего не помнить. Он точно будет нерфиться. Вот это я помню. А что конкретно, я не помню. Вроде там КД появится на применении. и что-то еще. По-моему, он по-разному будет на разных званиях работать. Но я не помню. Я говорю, там еще же модули у него будут. До этого надо дойти, короче. Понял. И последний вопрос насчет оружия есть DC-15LE. На первом базе, по крайней мере. Оно позиционирует себя как снайперское по лору, но в условиях базе оно не имеет прицела. Ну смотри, по поводу всего вооружения оно будет новое, переделанное с модулями и всем остальным. То есть пушки изменятся. То, что сейчас забудь, будет по-другому. Кардинально по-другому. Ну, короче, пока только ждать, да? Да. Все, вопросов нет. Спасибо. Так, тем временем у нас остается пять минут последние. Давайте, отвечаю вопрос в войсе и заканчиваем потихоньку. Да, добрый день. Вот будет же в новом обновлении добавлен ближний бой. Я прав? Смотри, есть, насколько я помню, вибромеч. Он для дроидов. И вроде как он будет добавлен сразу же в глобальное обновление. Но не факт. Может быть, чуть позже во время добавления контента. Я бы хотела, будет ли там какая-то система боевки или просто запликновение типа врага? Я вроде как понял, но ничего не будет меняться, кроме вооружения. И вот насчет ближнего боя только пока вибромеч и все. А по поводу уровня легиона, его может давать именно старше по званию или как это? Кто может его давать? Любой боец может давать, но отношение твоего звания к его званию будет влиять на количество опыта, которое он может тебе дать. То есть чем выше звание тот человек, который тебе его дает относительно твоего, тем больше ты получаешь экспы. Хорошо. А вот давай же гранаты и модификации. Это как-то повлияет на производительность сервера, если кучу людей будут, допустим, модифицировать пушки или кидать гранаты? Потому что появляется антики. Нет, производитель не пострадает. Все будет нормально работать. Ну, тогда у меня все. Идем дальше. Снова здравствуйте. У меня последний вопрос. Будет ли когда-нибудь нонарпатайм с анархией? Под анархией я имею в виду... Так это же к админам. Это же они его устанавливают. Мы-то откуда знаем. А, ну... Я только пошел. Идем дальше. У нас еще три минуты. Здравствуй. Здравствуй. Смотри, для того, чтобы получить какую-то конкретную модификацию, у него будут свои запросы. То есть, первое, это нужен будет, например, уровень оружия, там, звание в подразделении, уровень персонажа. То есть, на то, чтобы тебе просто надеть какую-то конкретную модификацию, возможно, придется выполнить какие-то определенные действия. То есть, и каждая модификация будет требовать что-то свое. И там может быть целый список. Это сложная система достаточно. Вопрос понятен. Смотри, будет новое меню быстрых действий. И туда можно будет забиндить вообще все. То есть, сказать что-то в чат, выполнить какую-то консольную команду. Или там какое-то действие, взять конкретную пушку. То есть, все действия, которые есть на сервере, можно будет делать через быстрое меню. И при том, оно будет настраиваемое под вас. То есть, каждый человек сам себе сможет его настроить. И даже больше сможет поделиться этой настройкой с другим человеком. Вот так. По технике отвечал, повторяться не буду. Там, узнаю в чате, тебе отпишут. Хорошо. У меня есть какая-то проблема касательно голосового чата. А именно при использовании голосового чата игра сама по себе сворачивается и перезагружается в рабочий стол вместе с панелью задать. Причем это происходит именно на наших БЗ, на других серверах и в других играх. С голосовым чатом все отлично. Вместе с панелью задать ни хрена себе. Ну, это очень интересно. Знаешь, единственное, что можно попробовать сделать, это полностью снести Гаррис. Прям заходишь в папку, удаляешь полностью его и заново скачиваешь. Это очень странно. Делал такое. Делал и не помогло, да? Ничего не помогает. Блин, ну это, конечно, уже глупо. Просто смотри, у тебя крашится проводник. То есть, если ты говоришь, что у тебя Explorer, дефолтная виндовская программа, и происходит это в Гаррисе. И это очень странно. И это всегда происходит или это иногда происходит? По-разному. Бывают минуты говоришь по голосовому чате и у тебя сворачивается, а бывает ты полчаса играешь, ничего не происходит, а потом в нужный момент у тебя все, игра свернулась, тебе нужно на пару секунд. Ты обратно включаешь, и у тебя уже все убили. Интересно. Слушай, это странная проблема. Скорее всего, проблема именно у тебя на компьютере. То есть, тебе либо винду переустанавливают, либо смотреть, что у тебя там. потому что вряд ли через Гарри с каким-то образом получится этот вопрос решить. Дело в том, что на других серверах с голосовым чатом все отлично. То есть, я могу хоть два часа разговаривать, и абсолютно все отлично. И в других играх то же самое. Это именно на нашем базе. и на первой фазе тоже. Очень странно. Сейчас, ну надо подумать вообще, что это может быть такого. А ты уверен? То есть, а ты на других серверах насколько долго играл? Может быть, просто у тебя вылетает, потому что ты мало времени там проводишь? Пять часов без перерыва. И не было вообще проблемы, да? Не было. Хорошо, странно. Вот давайте я сейчас открою чат второй фазы, который с мегафончиком. Может, кто написать только тот, у кого такая же проблема. То есть, что Гарри сворачивается и вырубается Explorer. Есть такие люди? Просто эта проблема была бы массовая. То есть, не может быть такого, чтобы она только у тебя тогда, если это связано с сервером. То есть, еще у кого-то точно такое должно быть. Ну, там человек написал, что у его друга такая же. я вижу, вижу. в момент разговора закрывается. Очень странно. Тут несколько вариантов. Есть одна возможность такая, что кто-то с читами с помощью войса крашит другим людям Гарри. Есть такой эксплойт. Я не знаю, фиксили его или нет. то есть, такое чисто теоретически возможно. Но тут тогда надо устранить проблему. Это кто-то пользуется эксплойтом или эта проблема даже с этим не зависит, а это у нас какая-то проблема. Ну, пока, да, немного людей написало. Я попробую почитать. Ничего не обещаю. Я думаю, что я не найду информацию. Я попробую посмотреть, с чем это связано. Если я найду... Так, давай так, вот я открою влс. написать... Я тебе влс напишу, но написаю это я на самом деле для себя просто. Я оставлю у тебя влс и если я найду как это можно пофиксить, я напишу. Но это вряд ли. Потому что я не представляю даже, что делать. Спасибо. Ой, блин. Сори, ты просто сказал. Ладно, в любом случае. Если что, напиши мне просто влс. И тут разберемся, что у тебя там. Короче, будем заканчивать. Всем спасибо, кто был. Я надеюсь, что я на большинство вопросов ответил. По поводу обновы тоже. Я надеюсь, все понимают, что единственный вариант это просто ждать. И мы работаем. Что будет дальше, что будет завтра, я не знаю. Ситуация в мире неоднозначная. Совершенно. Странная проблема с тем, что нету подключения у кого-то к серверу из-за всего этого. Будем решать. Не знаю, мы сейчас соберем конф, подумаем, что с этим делать. Может быть, перенесем сервера куда-то в другое место. Но это долгий, долгий процесс, потому что надо будет найти хорошего поставщика железа в плане там, ну, именно костинга. разобраться с этим делом. Потому что у нас достаточно серьезное железо стоит на серверах. И обычно такое железо, не каждая компания, короче, такое железо дает, потому что там нагрузка идет на одно ядро. Именно частота важна. Обычно в серверах, если это какой-то веб или еще что-то, там многопоток решает. У нас это не так. То есть нам найти провайдера грамотного и поставщика услугами на хостинге очень сложно было. Но если настолько много проблем с тем, что люди не могут коннектиться, это, конечно, беда. И та же самая беда с нашим, получается, мне там еще написали, что большинство руд доминов вообще не работает или вообще все не работают. Тогда все понятно. И это бедища просто. Будем тогда менять все. Сейчас будем думать, если мы примем решение, что будем менять полностью хостинг, то будем делать это в течение двух недель и потом скинем всем новые IP-адреса. Да, конечно, это серьезная проблема. Ну, опять же, всем спасибо, кто был. Будем расходиться. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok